Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В администрации муниципалитета состоялось торжественное вручение паспортов. Каждый год все старше и старше. Ответственности все больше и больше. Зарослая жизнь начинается. Курсы оказания первой помощи прошли в фойе кинотеатра «Искра». Человек у нас устроен параллельно, поэтому удобно будет осматривать параллельно также руки и ноги. Традиционные семейные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» во дворце спорта «Видное». Самое, мне кажется, лучшее провождение выходования совместного. В здании администрации Ленинского городского округа состоялось торжественное вручение паспортов. Свои первые документы получили шестеро юных граждан муниципалитета. О подготовке к этому важному событию ребята и их родители рассказали нашему корреспонденту Галине Житковой. Первые посещения администрации и сразу по очень торжественному поводу. В памяти подростков такой визит останется надолго. Процедура стандартная, она проходит из месяца в месяц. Торжественное вручение. Сегодня у нас шесть человек. Вот они все по списку. Все пришли, расписались. Все хорошо, пришли, все в зал ожидают. Ученица 10-й школы Анастасия Леонова рассказывает, что как-то особенно к этому событию не готовилась и подпись не придумывала. Все получилось спонтанно. Старше становлюсь. Время летит очень быстро. Каждый год все старше и старше. Ответственности все больше и больше. Заросла жизнь начинается. А вот в семье Нинастиных этого события очень ждали. На 14-й день рождения сына, мама Ольга заказала тематический торт и рассказала об ответственности, что наступает после получения паспорта. Мы с Захаром по дороге ехали. Я ему объяснила, что действительно, хоть я за тебя несу сейчас ответственность, но вступает все равно в силу и уголовная ответственность. То есть ты за свои поступки уже отвечаешь сам. Захар Нинастин торжественно получил свой паспорт из рук главы муниципалитета и рассказал о своем настроении. Приятное. Это, наверное, не из-за того, что я паспорт получаю, а из-за того, что я ушел с третьего урока. Это коллективное фото займет достойное место в семейном архиве шести юных граждан. А визит станет отправной точкой в серьезном деле определения с будущей профессией. Разные были форматы, но потихонечку пришли к такому формату, что мы, как правило, делаем это в стенах администрации. Где-то даже пытаясь показать ребятам, а это, в принципе, уже подростки, которые, пусть еще и не на пороге взрослой жизни, но потихонечку к этому идут. Ту самую взрослую жизнь, в общем-то, как работает администрация. В дальнейшем ребятам еще не раз придется поменять документ. Но такой первый официальный праздник будут вспоминать не только виновники торжества. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Курсы оказания первой помощи прошли в фойе кинотеатра «Искра». Мероприятие было организовано Общественной палатой муниципалитета совместно с Всероссийским движением «Волонтера-медики» и при поддержке администрации Ленинского городского округа. Послушал лекцию и наш корреспондент Максим Козлов. Главная задача курсов первой помощи – научить слушателей, какие действия нужно предпринимать в отношении пострадавшего до приезда медиков. С помощью настоящих примеров показывается, как важно не упустить драгоценное время. Здесь уже идет проверка на наличие сознания, дыхания. Три минуты – еще ничего не случилось. Здесь решили, что реанимация уже началась. Курсы оказания первой помощи состоялись видом впервые, но теперь они будут проводиться на постоянной основе раз в две недели. В Общественную палату поступало большое количество обращений от жителей нашего округа с просьбой организовать курсы первой помощи. И, соответственно, мы отреагировали на эти обращения и решили организовать эти курсы совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры медики» при поддержке администрации Ленинского городского округа. Подобные курсы проходят во многих городах России. Главный наставник Артем Кострыкин представляет Всероссийскую общественную организацию «Волонтеры медики» и имеет большой опыт в преподавании. В курс входят такие темы, как правовая основа оказания первой помощи, сердечно-легочная реанимация, инородное тело в дыхательных путях, то, что мы часто встречаем, человек подавился, еще что-то, и остановка кровотечения. Курс устроен следующим образом. 40% – это теоретическая часть, 60% – практическая. То есть после того, как преподаватель расскажет, что необходимо делать, участники сами смогут воспроизвести те или иные действия. Послушай, почувствуй и посмотри. Мы должны увидеть поднятие грудной клетки, почувствовать дыхание на щеке или услышать его. Иногда возникает необходимость продемонстрировать что-то на живом человеке, например, показать, как правильно переворачивать пострадавшего. В этом случае на помощь приходит второй инструктор. Вы почувствуете пальцами, что что-то не на месте. Либо кровь, либо что-то сместилось и так далее. Человек у нас устроен параллельно, поэтому удобно будет осматривать параллельно также руки и ноги. Многие участники признаются, что посещение подобных курсов – это осознанное желание получше разобраться в способах оказания первой помощи. Все это было давно и в школе, какие-то юит-отряды, в которых я участвовал. И хочется все это вспомнить, возобновить и уметь, потому что в жизни может случиться все, и эти знания всегда должны быть и, может быть, и пригодятся. Всего до конца года пройдет еще четыре занятия. Посетить их может любой житель округа. Для этого необходимо связаться с общественной палатой муниципалитета и заявить о своем желании. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. С 1 декабря 2022 года изменятся тарифы на коммунальные услуги – теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. Также с 1 декабря 2022 года индексируется размер платы за содержание жилых помещений и взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Все существующие льготы и меры социальной поддержки населения сохраняются. Если платеж за коммунальные услуги составляет 22% совокупного дохода семьи, то граждане имеют право на субсидию. Оформить ее могут не только собственники, но и наниматели жилья. Немой враг – так называют остеопороз, заболевание, которому подвержены в основном женщины после 50 лет. О том, как сохранить свое здоровье, рассказала врач-эндокринолог ВРКБ Анна Кузнецова на встрече, организованной местным отделением Союза Женщин России. Союз Женщин России на всех уровнях – федеральном, региональном, местном – придерживается национальной стратегии в интересах здоровья прекрасной половины нашего общества. В этой большой национальной стратегии есть очень крупное и достойное направление, важное направление – это направление сохранения здоровья женщин всех возрастов. И как две подзадачи есть повышение доступности и качество оказания медицинских услуг. Встреча с врачом-эндокринологом Анной Кузнецовой, членом Российской ассоциации по остеопорозу, касалась важной темы – профилактики и возможности лечения. Заболевание, которое сами медики именуют «немым врагом». Остеопороз – это заболевание, которое в основном вызывается у женщин после 50 лет после именопаузы и сопрождается снижением плотности костной ткани. На встречу собрались женщины пенсионного возраста, в котором наиболее часто и возникают проблемы с костной системой. У женщин после 50 лет многие получают травмы и переломы и считают, что это закономерный процесс старения. На самом деле это заболевание, которое можно профилактировать, успешно лечить, тем самым сохраняя долголетие женщины. Людмила Косякова с интересом послушала лекцию доктора. Женщины считают, что тема здоровья для всех пришедших актуальна. С возрастом появляются проблемы, хотя я так конкретно не ощущаю этого, но все равно хотелось послушать, какие меры профилактики, какие виды медицинских услуг предоставляет нам поликлиника, как к какому врачу первоначально может быть даже обратиться. При возникновении проблем с костной системой необходимо посетить терапевта. Он назначит анализы и запишет на прием к специалистам, среди которых эндокринолог, хирург, травматолог. Ну а чтобы избежать остеопороза, стоит позаботиться о своем здоровье в молодости, заниматься спортом, правильно питаться, принимая в пищу продукты, укрепляющие кости. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Традиционные семейные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» уже больше 10 лет проводятся в нашем муниципалитете. Все участники заряжаются хорошим настроением, а с каждым годом их становится все больше. Во дворце спорта «Видное» состоялись соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». С каждым годом мероприятие становится все масштабнее. В этот раз проявить себя в скорости и ловкости решили 54 семьи. Прибавились новые микрорайоны Бутова, Лопатина. В общем, охват уже очень большой. И семей, в общем-то, очень много. Как видите, народу хорошее количество в этом году. Более 150 человек. Семейная эстафета представляла собой веселые старты, в которых были задействованы как родители, так и дети. Самым маленьким участникам всего 4 года. Судьи фиксировали время прохождения каждого этапа и начисляли командам баллы. Сегодня у нас 7 этапов. Это различные конкурсы с разным инвентарем. Кто-то обруч должен перетянуть, прыжки на шариках. Различные какие-то именно тактильные стиль. Они делают такой стульчик, сажают на него ребенка и бегут. Ну, то есть различные интересные конкурсы для всех возрастов. Набранные командами очки суммировались, тем самым выявляя самую спортивную семью. Все участники – сторонники здорового образа жизни. Многие любят эти состязания и принимают в них участие уже не в первый раз. Очень важно, что примером для детей становятся их же родители. Спорт – это важно, само собой. Но это еще объединяет семьи. Дети смотрят на своих родителей, дети смотрят на окружающих. Как много людей вовлечено в спортивные мероприятия, в построение дружных семей. То есть вот это для меня очень важно, поэтому мы здесь участвуем. Повеселиться, хорошо провести время с семьей, на самом деле. Самое, мне кажется, лучшее провождение выходного дня совместно. Кроме соревнующихся, спортивный зал собрал большое количество персональных болельщиков, которые поддерживали своих родных. Я пришла поболеть за свою сестру и ее семью. Это моя племянница старшая. Меня зовут Оля. Я пришла поболеть за маму, за мою сестренку и папу. Подобные мероприятия – отличный вариант семейного досуга. По итогам соревнований все участники получили поощрительные призы, а победители – подарки от организаторов. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова